Приветствую всех, кто смотрит сейчас Атамикен Бизнес Ченнел. Прямой эфир это у нас программа «Время говорить». У нас и 15 минут есть, чтобы обсудить очередную тему. В студии сейчас Роман Савин, менеджер по развитию бизнеса в городе Париж, Франция. Я вас приветствую. Былай Джумагильдинов, руководитель службы инновации «Казахтелеком». Жана Дубирова, руководитель городского центра мониторинга и оперативного реагирования. Я вас всех приветствую и добро пожаловать. Ну, это делегаты и участники форума, большого форума, который второй год у нас проходит, который затрогивает, в общем-то, вопрос развития интернета вещей. Мы сегодня и будем обсуждать это, присылайте свои вопросы ватсап рядом. Так, ну, что я могу сказать? Судя по заявлениям, это очень хороший тренд, да, интернет вещей. Вот давайте с вас, с Европы начнем. Это очень хороший мировой тренд, который направлен на то, чтобы облегчить людям жизнь. Вам не нужно будет ежедневно или там раз в месяц ходить куда-то, относить свои показания счетчиков, записывать их на бумажечки, отправлять их на ватсап. Этого не нужно. Все система делает автоматически. Вам пришли один раз, поставили счетчик с радиомодулем, который пять лет не будет меняться. То есть ему этой батарейки хватит на пять-семь лет спокойно работать. Вам хорошо рассуждать. В Европе все это продвигается. А у нас это развивается? Вообще, конечно, да. В Астане это есть. То есть у Орнасу уже продвигаются счетчики с радиомодулем. Единственное, сейчас вопрос стоит в среде передачи данных. И как раз таки вот благодаря сегодняшнему форуму мы обсуждали, какая инфраструктура необходима для того, чтобы эти технологии начали приживаться. Сейчас мы узнаем, да, Блай, это к вам вопрос. То есть, да, этот форум отныне становится ежегодным. И задача форума объединить всех экспертов, представителей рынка и бизнеса, чтобы, во-первых, обсудить тренды, найти решения и прийти к какому-то единому мнению. То есть и Казахтелеком здесь является акселератором внедрения интернет-оффсинкс в Казахстане. То есть, например, мы сейчас… Вам что интересно? Вы хотите создать инфраструктуру, чтобы потом частникам предлагать, тем же монополистам, да, как вот Роман говорил, счетчики там под контроль ставить? Мы создаем, мы являемся инфраструктурным оператором связи. То есть мы подготавливаем всю сеть, чтобы представители бизнеса могли реализовать свои проекты по цифровизации. Примеры, ну то есть это автоматизация ЖКХ, когда мы можем удаленно собирать показания приборов учета. То есть это показатели воды, света, там температура в доме, то есть… Это то, что в Европе сейчас очень сильно распространено, да? Очень сильно распространено и популярно, да. Все, что касается оптимизации городских служб. То есть если у вас есть удаленное село на три дома, у которого есть свой мусорный бак, не нужно туда гонять машину каждый день, проверять бак полный, неполный, вытряхивать этот бак. В баке стоит датчик, а кто когда датчик наполнится, он сам позвонит, он сам все расскажет. Ну это же дорого, это же все новые технологии, это требует 5G, кстати, наверное, да? Не требует 5G. Датчику нужно выплюнуть сообщение. 5G это когда вам требуется прямой видеопоток. Вот когда у вас камера безопасности, она должна в режиме реального времени все вам передавать до последнего пикселя. То есть нам не нужно что ли этот режим внедрять? Ну вы же, по-моему, реализуете такой проект в Астане сейчас. Да, получается 5G это следующий этап, к этому сейчас уже идет весь мир, в том числе и Казахстан. Это есть в рамках цифрового Казахстана, есть такой проект по продвижению 5G в Казахстане. Но сейчас уже реализуются такие проекты по беспроводной сети, как раз таки сервек, для того, чтобы все заведено уже в один центр, это городской центр, все камеры города. Сейчас мы проводим интеграцию остальных камер, те, которые не подключены, это с ТРЦ, с мечети и так далее. Но там разная, то есть инфраструктура гибридная. Где-то идет беспроводная, где-то идет по каналам связи, где-то вот через провайдеры. Но вы не сталкиваетесь с проблемами, что вам нужно больше, например, пропускной канал, что не хватает? Как раз таки сталкиваемся. Вот сейчас это понятно. Именно для этого мы развиваемся сеть оптово-волоконная. И, например, уже в течение ближайших двух лет мы планируем охватить еще 14 тысяч километров. Это в Астане или по Казахстану? По Казахстану. То есть мы подключаем села и удаленные объекты к высокоскоростному интернету, к широкополосному доступу. Если поговорить о 5G, тоже сегодня было заявлено, что через три года у нас, по-моему, будет внедрена уже первые подходы. Это тоже казахсталиком заявил. Как это будет развиваться? А, кстати, давайте с Европы начнем. Есть 5G там у вас? Есть. Да? И как? Так, нормально, но я бы не был в таком ситуации огромного восторга от того, что у вас есть 5G. Поскольку сеть построена таким образом, что у вас что 4G, что 3G, что LTE, у вас все равно качество сервиса одинаково. Вы можете спокойно смотреть стриминговое видео, даже находясь в сетке 4G. Ни помехи не будет ничего. Будет так же качать вперед. Даже закачивать вперед данные. Поэтому сказать, что вот применение LTE принесло долгожданное облегчение жителям Франции, нет. И без него как-то нормально жили, все было хорошо. Ну да, появилось 5G. Ну окей, спасибо, будем теперь лучше использовать. Кстати, дороже она, нет вообще? Нет. А у нас как будет? У нас дороже будет 5G или нет, как думаете? Это займет время однозначно. Так, вопрос от телезрителя. И что, холодильник будет реально сам заказывать продукты? Ну это вот интернет вещей, да? Будет такое, нет? Если настроить, то будет. У вас не такой холодильник, а у вас в Париже? Вот уступа не востребована. То есть вот такие игровые кейсы, они как бы существуют именно как шоурум. То есть показать, что да, это возможно, да, это существует. Вам любая технология, в любом магазине ее покажут, что да, у вас там Samsung, который видит количество бутылок и говорит, что если у вас там бутылки кончились. Samsung, который сканирует на лотке количество яиц и может вам сообщить о том, что эти яйца есть. Не применяется на практике. Это кейс, который не пошел почему-то. То есть то ли потому, что закупки у нас делаются из серии так, список есть, хорошо, спасибо большое. Что мне тут поесть нужно в магазине? Человек покупает просто все, что ему нужно. Может быть, да, не любит постоянство, да? Так, смотрите, вот интересный вопрос. Ну, так, а у нас нет дороги, автобусы не ходят спецсона 8 километров, 10 лет такая проблема, 360 детей в город добирается пешком или на газели. Сейчас наше село Ибрай, Алтенцарин от города 12 километров. Ну вот, мы с вами говорим о новых технологиях, а у людях проблемы вот такие. Им-то как-то можно помочь. Ну, каждый делает свою работу. Ну, согласен. Ну, а как-то их интернет вещей коснется, вот, ну, вот я не знаю, может быть, им будет проще достучаться до местных властей, которые не могут никак дорогу там сделать. Ну, интернете вообще может работать транспортная система. То, что сейчас происходит в Европе, это когда, подходя к остановке, вы видите электронное табло, на котором просто маленькой бегущей строчкой показывали. Вот какой-то автобус, у него 3 минуты. И эти 3 минуты, они берутся не с какой-то там схемы сервера, это 3 минуты берутся именно с этого автобуса, который видно, где он там двигается. Ну, нам не видно, у нас просто срочка, через 3 минуты будет автобус. Хоть какое-то облегчение это может быть, когда вы подходите на остановку, и вы видите, что у вас транспорт через 5, через 20 минут. Ждать не буду, пройдусь пешком. Или у вас транспорт через час, окей. Нужно ждать или не нужно ждать. То есть, мы сейчас говорим непосредственно о выгодах, которые интернет вещей, ну, так скажем, нам, обывателям, несет. А бизнесу еще какие моменты можно обсудить? Что выгодно с точки зрения бизнесмена вообще? Бизнес получает автоматизацию. То есть, если мы говорим про промышленность даже, это интернет of things, это направление, которое позволяет сделать следующий шаг в индустрию 4.0. То есть, и максимально исключать там человеческий фактор, человеческие ошибки в производстве. То есть, когда, ну, элементарно, мы можем оснастить рабочего там на ресурсы, ну, в ресурсодовыбывающей компании, чтобы у него была сигнализация. Когда он забыл одеть каску, когда он зашел на территорию, где повышен уровень радиации. То есть, технологии интернет of things, это как раз таки об этом. Это все дорого вообще? Для бизнесмена это дорого? Поставить датчики. Зависит от решения, но, как правило, ну, это не космические технологии на самом деле. И мы, то есть, это будущее пришло уже. Мы в нем живем. Да. Дешевеется, по сути. Существует миф о том, что датчик это сумасшедшая дорога, дорогие деньги. Нет, на самом деле это нет, поскольку вот сейчас запустили, Orange запустил сервис, называется CAC. Вам дается коробок спичек с кнопкой. Эта кнопка является как бы сигнальной кнопкой опасности. Вы можете носить этот коробок спичек у себя в кармане, в случае опасности вы нажимаете кнопку, идет сигнал. Либо вы можете просто этот коробок бросить себе в машину, и вы все в любой момент времени можете знать, где находится эта машина. Себестоимость этого коробка составляет порядка 10 евро. То есть, и мы сейчас говорим про разовое производство. Это не массовое производство, то есть, когда вот все операторы все это делают. То есть, на текущий момент цены уже вполне нормальные, цены уже вполне конкурентоспособны с аналогичными девайсами. Со временем, как вы правильно заметили, все это будет дешеветь просто в астрономических прогрессиях. Так, у нас к 2025 году к интернету будет подключено порядка 100 миллионов различных гаджетов. Это будет сильно влиять на экономику. То есть, сегодня на форуме говорили, да, вы такие моменты. Что еще интересного было, какие заявления были на форуме, что вы можете отметить, как эксперты? Есть заинтересованные ЖКХ. То есть, представители ЖКХ сказали, что действительно это интересно, поскольку есть... И опять тарифы у нас вырастут. У нас есть такая проблема, постоянно растут тарифы вообще. У всех такая проблема, что творится во Франции. Посмотрите, что у нас творится на Шамбелезе. Это все... Это все из тарифов. Немножко свободно, да, с облегчением. Растут тарифы, но растет и удобство. То есть, вам теперь не нужно будет постоянно самому все это снимать. То есть, вам не нужно будет постоянно самому смотреть, закрыты ли у вас все двери в доме. То есть, все это делает система удаленно. Вам не нужно будет включать и выключать... Вам не нужно будет держать отопление включенным постоянно. Даже когда вы уехали на несколько дней, вы можете просто удаленно его там с мобильного приложения включить себе или выключить. Или как европейцы часто любят, и ко мне... Все это звучит как фантастика для наших телезрителей наверняка, да, например. Пока это у нас не сильно развито, к сожалению. На самом деле, это идет семимильными... Развитие идет семимильными шагами. И если говорить даже про покрытие лоры, уже Шимкент... То есть, покрытие лоры, это как раз таки технология, которая позволяет удаленно снимать данные. Да, да, да. Вот. И... Сколько городов уже? Уже покрыта Алмата, Астанаш, Шимкент, Акколь. То есть, и установлено более 100 базовых станций. Там в следующем году, ну, в начале следующего года мы планируем покрыть все регионы, да. И это будет более 400 станций. А что там с газом в городах? Ну, вот такой простой вопрос. Не знаю, как вам можно связать с нашей главной темой, интернет вещей. По газу тоже такое будет? Мы можем тоже установить газовые счетчики и смотреть. На тариф это не влияет? Вот как раз таки, когда мы затрагиваем тему тарифов, именно передача, удаленная данных о показаниях именно энергоресурсов позволяет опрозрачить деятельность ЖКХ. То есть, я как житель, я понимаю в течение месяца, какая температура у меня была дома, за что я плачу. То есть, если до моего дома доходит лишь только часть отопления, у меня дома холодно, ну, значит, где-то потери. То есть, здесь и работа для служб, которые должны улучшить свою теплосеть. И, соответственно, я понимаю, что я должен заплатить меньше, потому что температура у меня дома была меньше, чем заявлено. Еще вопрос от телезрителя. О каких суммах идет речь вообще и как долго проект реализовывать, кто может в целом, ну, видимо, сделать его в целом, да? Все зависит от масштабов. И здесь Казахтелеком является помощником и партнером. То есть, рынок IoT, он открытый. Любой человек, ну, то есть, любой бизнесмен может найти девайс, найти клиента, найти приложение, продать это. И мы ему просто поможем в инфраструктурной части реализовать проект. Сегодня, Роман, у вас что-то такое было, что можно, вот, какой-то обмен опытом с бизнесменами, может быть, они вам предлагали, эксперту, как-то поучаствовать в каких-то проектах здесь, что называется, закрепиться? Закрепиться нет, но было очень много вопросов. То есть, чем интересен этот форум, что это действительно площадка, открытая площадка обмена опытом. То есть, когда спрашивают, как это работает у вас, как это применить здесь. И было очень приятно, что ряд бизнесменов, они на ходу уже придумывали как бы схемы, как это должно работать здесь. Они внимательно слушали, говорили так, замечательно, у нас это не запустится в течение ближайшего года, но мы сделаем вот так, вот так, вот так. И они сразу при мне строили схему и спрашивали, а вот так это будет работать? Да, будет работать. О каких примерах вы говорите сейчас? Мы говорим сейчас про централизацию данных от ЖКХ для оптимизации. То есть когда мы, например, знаем, что вот у нас есть один дом, он потребляет, например, X. Есть второй дом, такой же, столько же семей, столько же окон, но потребляет в два раза больше. То есть вот уже хороший повод для того, чтобы любая аналитическая система сразу сказала… Меньше вопросов к монополистам будет в этом случае. Вы что для себя почерпнули, как руководитель центра нашего, астанинского? На самом деле мы уже в Астане применяем эти технологии. То есть в городском центре мы отслеживаем через GPS-мониторинг всю технику пассаночистки. Особенно зимой это актуально при уборке снега. То есть мы видим, сколько реально техники вышло. Если раньше подрядчики отчитывались, сколько они выпустили техники, то сейчас мы их перепроверяем через единую систему GPS-мониторинга. Это тоже один из проектов IoT. Помимо этого, как раз-таки мы продолжаем развивать совместно со Станасу Арнасу проект по радиомодулям, чтобы это все интегрировать. И сегодня мы обсуждали вопросы общественной безопасности и видеонаблюдения. В частности, были представители города Шымкент, были представители Акимата города Астаны, где как раз-таки они заявили, что они открыты к инновациям, они открыты к предложениям. Сегодня Аким Шымкент, так сказал, 45 тысяч камер там установит в городе, что все было тоже подчинено безопасностям, интересам и так далее. Но опять же я не могу не вспомнить вот этот случай ужасный, когда у нас в Астане девочка упала в колодец, погибла. Ее не могли найти, и камер там не было. Это почему? Ну, к сожалению, да, вот именно в том месте не было камеры. Мы отсматривали эти все моменты, то есть, к сожалению, да, не было камер. Хорошо, спасибо большое. Мы сегодня обсуждали проекты, связанные с интернетом вещей. И я напомню, что в студии прямого эфира будет представитель Казахтелекома, а также менеджер по развитию из Парижа, Франция, и руководитель городского центра мониторинга и оперативного реагирования Айкомек Астана. Всем вам спасибо и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова